ДИКТОР Для кого-то работа с животными это красивые трюки, для других четкое выполнение служебных команд. Ну а есть те, кто просто спасает жизнь братьям нашим меньшим. Таких не очень много. А тех, кто помогает диким животным, вообще единицы. Вот с ними-то нас и свела судьба. Татьяна, добрый день. Добрый, добрый. А мы тут, что называется, все редакции «Утро на пять» скинулись немного вам на гостинцы. Живочка ее назвали потому, что никто не верил, что она выживет. Она попала под винт, ее матросы из воды вытащили, доставили на берег, а потом сюда на реабилитацию. Я вам рекомендую близко не подходить, она может... Укусить? Она может укусить, да. Понятно. Кормим в основном собакой и сердью. А сколько уходит в день у нее? Да немного, 10 килограмм. Вот я одновременно кидаю несколько рыбок. Посмотрите. Если какую-то, вижу, одна не подняла, я ей даю команду искать. Живо ищи. Ты глупышка, ищи. Вон нашла. Йохан ест морковку? Да. Йохан, держи. А ему целиком давать яблоко или он так будет укусать? Главное, чтобы он вам пальцы не откусил. Мы занимаемся спасением и реабилитацией диких животных. Возможности, которых мы спасаем и есть возможность выпустить в дикую природу, мы обратно выпускаем в дикую природу. Это альпак. Он на ламу похож. Затеи рискованные, но что не сделаешь, ради того, чтобы покормить альпака. Ну-ну. Друзья, я пришел с миром. Они меня окружили. А как его зовут? Бежик. Бежик. Ты знаешь, это красивый зель. Это вот наш Потапыч любимый. Где-то два ведра фруктов ему в день это как минимум надо. Вот репортеров он обожает. Не есть, а именно позировать. Нам требуется различная помощь и продукты. Мы принимаем, медведи съедают очень большое количество фруктов, а также каш, мясо, рыбы. Ну, у нас есть и лисы, и другие животные, которые тоже этим уже питаются. Если есть возможность приехать, помочь по уборке территории, по кормлежке, по уходу за животными, мы таких тоже очень приветствуем людей. Готовая наша еда, только добавили туда немножко вкусного яичка. Обычно, прежде чем мы с ней кушать идем, мы сначала с ней разговариваем, чешемся. А как правильно ухаживать за малышом-медвежонком? Детское питание, обычно детское питание. И выкармливаются медвежата. Сейчас наши медвежата уже весят по 7 с лишним килограмм. Слушайте, а это я тут у него увидел игрушку. Обычно медвежата рождаются двое, да. По первости она очень скучала. Вот мы ей придумали игрушку. То есть медвежата, они как дети. Идят кашу и спят с мягкими игрушками. С игрушками, да. Если вы тоже захотели протянуть лапу помощи медвежатам и другим зверятам, все просто. Ищите в интернете карантинный центр диких животных. Не ошибетесь, он в России пока что единственный. Ну и вообще, почему бы не начать утро с доброго дела? Да? Дай лапу.